По последним данным, многочисленные разрушения после обстрелов вооруженными силами Украины были зафиксированы в Ленинском, Киевском и Куйбышевском районе. 6 февраля на утреннем брифинге заместитель командующего корпуса Эдуард Басурин опроверг недавно появившиеся слухи в социальных сетях о принудителе мобилизации в Донецкой Народной Республике. За минувшие сутки было зафиксировано 55 нарушений. Основной груз обстрелов лег в городе Донецк, Докучаевск, Макеевка и сегодня утром в Старобеше. Пострадавшие мирные жители за время этих обстрелов убитыми 2 человека, ранено 9, убитые из Донецка, ранены 4 Донецка, 3 Докучаевск, 1 Макеевка и село Раздоль на Старобешевском районе. В соцсетях появилось сообщение о том, что людям начали разносить повестки, связанные с заявлением главы республики о мобилизации. Принудительного, еще раз подчеркиваю слово, принудительного действия по мобилизации нет и не будет. Было сказано, добровольное. Поэтому, если будут пугать кого-то и рассказывать сказки о том, что кому-то принесли, кинули почтовый ящик или позвонили в дверь и под розпись вручили, это вранье. Хотелось бы еще отметить, вчера вечером в районе Киевского и Кубышевского районов могли наблюдать свечения, так называемые люстры. Их было четыре. Это не фосфор. Это были осветительные снаряды. Применялась данная категория боеприпасов для того, чтобы проводились мероприятия по террористическим группам, которые работают в нашей территории, для их обнаружения, зачистки и уничтожения. Продолжение следует...